Главным открытием фестиваля стали юные музыканты, вокалисты и танцоры. Парад детского творчества, своего рода отчетный концерт детских садов. Для малышей это праздник, а для специалистов управления образования возможность выявить одаренных детей и оценить работу воспитателей и музыкальных работников. Фестиваль это праздник для всех. Особенность нашего дошкольного возраста детей, воспитанников в том, что мы не можем кому-то дать грамоту за первое место, а кому-то не дать. То есть вы сами можете себе представить, сколько тогда будет слез, недопонимания. Поэтому дети у нас все молодцы, все замечательные, они самые лучшие. Ну а с педагогами мы потом проводим разбор полетов. То есть мы оцениваем и по итогам, опять-таки, музыкальных руководителей мы отмечаем, кто лучше подготовился, кто немножко хуже, но чтобы был какой-то заряд на следующий учебный год. Больших талантов среди маленьких артистов за прошедший учебный год появилось немало. Для кого-то это первый выход на сцену, а кто-то здесь чувствует себя в своей стихии, как, например, семья Беляковых. Мама и папа сначала поддерживали творческие начинания сына, теперь на сцену вышла маленькая Ева. Ваши детки очень даже неплохо поются. Вышли похвалиться? Да, у нас они занимаются, с самого детства поют. Максим, мне кажется, как родился, так начал петь. Теперь вторая. Весь год таланты ребят шлифовали воспитатели и музыкальные работники. Десятки дошколят впервые стали участниками фестиваля и настоящим открытием не только для города, но и самих родителей. Выход на сцену и теплый прием зрителей, по словам педагогов, хороший стимул для развития своих творческих граней. Поэтому родители просят не удивляться, если вдруг их чадо попросит купить настоящую барабанную установку или отдать в танцевальный кружок.